Приветствую вас. Мне кажется, что основная проблема, которая сейчас вас беспокоит, волнует, это то, что вы говорите, что вам надо. Вам надо жить, вам надо работать, чтобы жить и так далее. Только вот не совсем понятно, жить чтобы что, жить для чего. То есть есть такое ощущение, что живёте вы, ну не сказать, чтобы прямо для себя, не сказать, чтобы вы жили как-то в своё удовольствие, что ли. Не сказать, чтобы вы жили как-то вот, потому что вам хотелось, потому что вам нравилось, потому что что-то ещё. То есть по сути, вся ваша базиция, это то, что я хочу, я работаю, потому что надо жить на что-то. Но совершенно очевидно, что получается, что ваша жизнь не имеет никакого смысла, как вы говорите, всё бессмысленно и это правда. Для вас это правда, это действительно всё бессмысленно. То, как вы вот себя позиционируете, абсолютно бессмысленно получается. И возникает вопрос. Возникает вопрос. А хотите ли вы жить? Если хотите, то как вы хотите жить? Понимаете? Вот вы пишите, ничего не хочется делать. Ну, а когда-то хотелось? Особенно работать. Работать, впрочем, пишите вы, никогда особо не хотелось, но работать всю жизнь надо на что-то жить. Да, возможно, на что-то жить надо. Но надо на что-то жить, чтобы что? Момент. То есть не просто жить, а жить именно, чтобы что-то. Жить для чего-то. У вас, на мой взгляд, нет таких моментов. На мой взгляд, у вас нет таких, именно таких аспектов. То есть вы не отдаёте себе отсчёта сейчас, ради чего вам, собственно говоря, жить. Дальше. Значит, последние пять лет не радует не только работа, но и вообще нет никакой радости в жизни. А что случилось пять лет назад? Исчезли увлечения, нет никаких стремлений. Ну, опять же, что-то произошло. Единственное истинное глубинное желание, хочется хотя бы на год забыть о том, что нужно работать. Потому что нужно зарабатывать деньги. Опять же, да, вот, как бы надо, надо, надо. Постоянно вот эта история, что надо. Ставлю себе цели и не выполняю, даже каждодневные, бытовые. Потому что, опять же, есть ощущение, что вам надо. При этом хочу одобрение от всех, с кем общаюсь, даже шапочного. Ну, тут заниженная самооценка. Можно раскрывать самооценку. Всё это не очень хорошо, но что с этим делать, не знаю. С этим что-то делать, чтобы что. Советы из серии займитесь собой, спортом, найдёте то, что вам интересно и прочее не нужны, бессмысленно. Нет сил ни на что, физических и особенно душевных. А на что эти силы тратятся тогда? Почему вам работа, которой вы работаете, так тяжела? То есть, ну вы, получается, как-то ведь эмоционально в неё, в эту работу вовлекаетесь. Получается. Это вопрос. На что тратятся ваши силы? На что они уходят, ваши силы? Так что, вот примерно так. Что касается заголовка вопроса, лень, депрессия или нарциссизм, я думаю, что у вас в большей степени проявляются депрессивные черты, депрессивные элементы, потому что очень сильно подавлены желания ваши собственные. Ну и, соответственно, раз желания подавлены, то вам ничего не хочется. А вот с тем, почему они подавлены и что их подавляет, на что тратятся ваши силы, нужно разбираться. Советы, которые вы привели, и другие советы здесь не помогут. Нужно отыскать сперва ваши чувства. Возможно, вас что-то тратировало когда-то. Возможно, есть какие-то ещё моменты и аспекты. То есть, тут вот нужно исследовать этот момент. Вот как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok